Владимир, насколько я понимаю и знаю, тема Ирана-Израиль достаточно актуальна и довольно давно в Израиле. Вообще у нее какая-то есть наверняка предыстория и, видимо, интересная. Я говорю, имею в виду чуть ли не с персидских времен. Может, немножечко поэтому пройдемся, чтобы подойдем к сегодняшнему дню, когда Израиль действительно всерьез, две трети израильтян по последним опросам опасаются ядерной атаки со стороны Ирана. И взаимоотношения довольно сложные. Так что на ваше усмотрение. Или мы начнем с сегодняшнего дня, или мы вернемся все-таки немножко, разжуем, что такое евреи и Персия. Израиль и Иран. Ну вот мы начнем с сегодняшнего дня и сразу перегинем мостик обратно туда, вглубь веков. Потому что если человек обычный обыватель слышит о том, что Иран и Израиль – это страшные антиподы, это две страны, которые друг другу грозят войной, это страны, которые друг друга терпеть не могут, это страны, в которых накопился такой страшный потенциал конфронтации, это как бы та вот стигма, которая во многих головах, которая накопилась, которая действует. И вдруг мы, очутившись в Израиле, в центре Иерусалима видим вдруг улицу имени персидского царя Куроша, Кира. Или, например, мы приезжаем в Тель-Ариф, и там же, в центре города, мы опять видим такую же улицу. Я читал даже то, что, в принципе, практически в большинстве израильских городов есть эта улица, улица Кира. Я со страхом произношу слово Кир, потому что в персидском это Курош, в русском взяли слово Кир, а оно, в общем, по-персидски то, что рисуют тремя буквами на заборе, поэтому мне произносить… А даже так, да? Даже так, да, даже так. Поэтому это странно, какая ассоциация, почему вдруг так? И вдруг узнаешь, что, оказывается, еще в VI веке до н.э., когда уже много евреев в России не жило в Иране, и вот тогда был в Иране такой древний персид, был такой царь Кир, который издал специальную декларацию, а он к этому времени был царем громадного государства Ахименидов, в пределах которого, кстати, жили все евреи мира. Так он основал династию-то, по сути, он первый… Да, он основал эту династию, да, и вот в пределах этого государства Ахименидов жили тогда все евреи мира. Так вот он издал специальный указ, который сейчас называют первой декларацией прав человека, в котором он разрешил евреям рассеяния вернуться в Израиль, в Иерусалим, и отстраивать город, который лежал тогда в Рувино. И вот в память этого он просто внесен в Израиль в религиозные книги. Он считается, он единственный глава иностранного государства, который внесен в ряды помазанников Божьих. То есть это страшная честь, понимаете, страшная честь. И поэтому это удивительным образом соединяет оба наши народы, то есть народы, то есть евреи и, скажем так, народы Ирана, которые имеют непрерывные связи в течение 28 веков, то есть с 8 века до нашей эры. И вот эти все 28 веков продолжается взаимодействие евреев и, скажем так, иранцев. Хотя многие евреи, кстати, иранские евреи называют себя иранцами просто иудейского происхождения, иудейского вероисповедания. Если вы спросите сегодня у иранского еврея, кто он, он скажет иранец. А потом только он скажет, что он иранец, который исповедует иудаизм. Так же, как с выходцами из бывшего союза, русский сначала. Да, 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 да. Вот точно так же, да. И поэтому эти 28 веков идет взаимодействие, которое в итоге на сегодняшнем этапе, ну мы не берем какие-то еще частности в прошлом, на сегодняшнем этапе стали вдруг страшными врагами, причем врагами политизированными, врагами, которые друг друга ненавидят и пытаются бороться не в силу каких-то инстинктов, а в силу ярко выраженной политической подоплеки. Поэтому это очень удивительно, потому что в течение этих 28 веков было очень много. Во-первых, был громадный период. Мы сейчас считаем, что главная противоречия это в религии. То есть вот ислам и иудаизм противостоят друг другу. И здесь очень много вызвано историческими корнями, вызвано противоставлением двух религий. Многое объясняется тем, что мусульмане считают, что их религия главнее. И, например, скажем, в Иране сейчас евреев не выбирают на государственные посты именно потому, что он на этом посту может повелевать мусульманами. А мусульмане выше его, как же он может ими повелевать. И поэтому вот это все идет отсюда. Но были периоды и не исламского взаимодействия. То есть ислам это всего 1430 лет. Да, 1430 лет. А взаимодействие было до того, мы сказали, о 28 веках. То есть половину этого времени иранские евреи жили и контактировали с иранцами в рамках другой религии. В рамках, скажем, значительный срок. Это зароастризм, который и до сих пор в Иране есть. Потому что в Иране зароастризм это признанная религия. А правда адептов зароастризма всего где-то 30-35 тысяч. Поэтому это все с тех времен идет. Были разные периоды. Период зароастризма было, наверное, просто проще. Хотя тоже период зароастризма были периоды массовой резни. Периоды обращения в свою религию. Периоды страшной конфронтации. Ну это история. Это как человеческая жизнь. Бывает волна так, бывает волна так. В Иране, или точнее говоря, когда-то в Персии, я имею в виду, был, по-моему, в 19 веке, был тяжелый для евреев период. Ну практически до начала 20 века, если можно так выразиться. Да, да, да. Вот мне, собственно говоря, даже когда говорят о истории Ирана, говорят период до шеизма и после шеизма. Потому что шеизм в Иране стал государственной религии только в начале 17 века. И вот с тех пор это новый период такой жесткой конфронтации, когда евреям можно было, так сказать, спастись одним из двух путей. Или перейдя в ислам, или вообще уехать из страны. По-другому просто быть не могло. Поэтому значительная часть евреев была просто исламизирована. Какая-то часть перешла в ислам, но продолжала сохранять свою религию. А другие притаились, чего-то ждали. Но 19 век был, конечно, очень страшным веком для евреев. Собственно, тогда впервые даже в Европе было большое движение за эмансипацию иранских евреев, за улучшение их условий жизни. И когда, например, в 1870-е годы иранский шахт на середину ездил по Европе, к нему приходили просто депутации местных евреев, которые выступали с петициями, которые говорили, как вы, что вы позволяете. А он вскакивал и кричал на таких приемах, у нас ничего такого нет. У нас евреи уважаемый народ. Но были путешественники, которые бывали в Иране, которые видели ситуацию. И с течением времени под давление международных еврейских организаций, это немножко, как бы, вот это давление было снижено. И, так сказать, в общем, евреи стали каким-то образом приноравливаться, стали постепенно частью жизни. Тем более, что в начале 20-го века в Иране произошла концепционно-арийская революция, которая уравняла всех права, которая позволила евреям выйти. Ведь в Иране было, так же, как во многих странах Европы, просто еврейское гетто. Евреи не жили среди мусульманского населения. Это были четко выражены гетто в городах, в которых евреи были сконцентрированы. Они мало общались с местным населением. Собственно, местное население не хотело с ними общаться, потому что они были отвержены народам. Скажем, например, в Иране были специальные законы торговли, по которым евреям не разрешалось торговать в дни, когда шли природные осадки. Там падал снег или шел дождь. Потому что этот дождь или снег разносил ту нечисть, те нечистоты, которые исходили от евреев. Вот это... Да, это в каждом городе было много всяких уложений, законов, торговых и прочих. Там, скажем, евреи были настолько отвержены народам, что какой-нибудь мусульманский мальчишка мог по ходу выдрать клок волос у седого еврейского старца, не вызвав никакого отторжения у окружающего населения. Они были народом отодвинутым непонятно куда, на самые задворки. Поэтому 20-й век принес освобождение. Вот эта конституционная революция, она создала в Иране парламент. И евреи даже смогли иметь депутатов в парламенте. Но первый депутат парламента не мог в Иране присутствовать на его заседаниях, потому что у виранских, так сказать, у них в голове не умещалось, как это можно отверженного, который непонятно где живет, непонятно каким воздухом дышит, чтобы он, как и мы, сидел в парламенте. И тогда один Аятулла стал представителем еврейской общины какое-то время, пока иранцы не привыкли к тому, что евреи, так же, как все другие народы, могут заседать в парламенте, могут представлять себя в законодательном органе власти. А это не тот депутат, которого в 30-х годах расстреляли, обвинив шпионажи в пользу Англии? Нет, нет, нет. Кто был на хура, нет, нет, это не тот депутат. Но в любом случае, так сказать, постепенно, уже с четвертого созыва, там стал еврейский депутат работать. И, в общем, неправильно с тех пор еврейские депутаты присутствуют в иранском парламенте. Правда, в этот период, сразу после революции, исламской, когда их на время лишили, тогда была острота взаимоотношений между, самый острый период в отношениях между Ираном и Израилем, на время их лишили представительства в парламенте. Но в любом случае, и евреи возродились к жизни, у них, так сказать, скажем, 30-40-е годы были годами просто культурного расцвета, там были ученые, были лауреаты государственной премии иранской, были видны и артисты, и деятели науки и так далее. Например, до сих пор самый серьезный персидско-английский, персидско-французский, там, персидско-еврейский словарь, это те словари, которые писал известный иранский, мирового уровня лексикограф Сулейман Хаим, и есть ученые и другие, так сказать, и поэтому это очень серьезный период отношений, период как бы расцвета еврейской общины, и тогда, естественно, речь никак не шла о том, что это презираемый народ и так далее. Народ возродился, народ жил, это как бы тогда не было Израиля, поэтому это не оказывало отношения между двумя странами, никакого, собственно, связи не было. Но в 1948 году создалось государство Израиль, поэтому отношения между евреями и иранцами, или, скажем, Израиля и Ирана вышли на межгосударственный уровень. Это уже были совершенно другие отношения. Эти были отношения, это были отношения, которые Израиль очень хотел, потому что Израиль, возродившись в центре мусульманского мира, оказался тем государством, с которым соседи не хотели иметь никаких дел, потому что вы знаете, что в течение первых 30 лет своего существования Израиль не имел отношений с одним арабским государством. Поэтому Израилю нужны были друзья в регионе, нужны были, а друзьями могли быть только не арабы. И поэтому вот в регионе Ближнего Востока у Израиля тогда было два очень верных друга, это Турция и Иран. Турция установила отношения в 1949 году, Иран установил отношения в 1950 году, и они стали налаживать нормальные отношения. Просто вопрос в том, что наладив отношения, но Иран в это время был поднимающийся страной Ближнего Востока, и он, наладив отношения с Ираном, развел их в уровень де-факто, но никогда они не были в уровне де-юре. То есть Иран не подписывал никаких официальных договоров о установлении сотрудничества, установлении депотношений. Между нами были отношения, которые всегда находились в тени, которые определенным образом затушевывались. То есть Шах Ирана не признавал, что у нас хорошие отношения, не признавал, что мы две страны, которые не просто партнеры, а партнеры высокого уровня, партнеры, которые... Там торговля была достаточно широкая с Ираном, у Израиля. Да, 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 конечно, конечно. И Израиль, и Иран, соответственно, входили в первую десятку торговых партнеров, каждой из двух стран. Отношения были хорошие, причем отношения не только хорошие, отношения, которые сегодня могут быть названы отношениями такого, что ли, уровня, такого, как образец отношений двухсторонних. Это вот две страны были, которые были образцовые отношения. Причем во всех сферах жизни. У Израиля учились иранские студенты, а был обмен в другую сторону. У нас больница Гадаса была центром, как сейчас говорят, иностранного туризма. То есть все иранцы приезжали лечиться. Там было специальное отделение, в котором лечились богатые иранцы. Больница Гадаса в Иерусалимской. У нас очень много людей, было очень много израильских советников в Иране. Очень много... У судьбы очень многих иранцев связаны были с Израилем. Даже я приведу такой довольно анекдотичный случай. Первый президент исламского Ирана. Там только первый президент был светским. Такой был Абуль Хасан Банисадр, который был советником Айтулы Хумени, когда он жил в Париже. Так вот Абуль Хасан Банисадр учился на Мадеях Ивра, на факультете социальных наук еврейского университета в Иерусалиме. Он не окончил полный курс, но он здесь учился. И несомненно, это какое-то влияние на него оказало. Очень много иранцев там и дети их учили здесь. Это было достаточно связано. Там, скажем, две страны были, которые всегда по населению были один к десяти. То есть население Израиля всегда было в десять раз меньше иранского. Сейчас в Иране 80 миллионов, у нас 85, у нас 80,5. Поэтому... Но активной стороной выступал Израиль, потому что Израиль обучал иранцев с передовым методом, скажем, сельского хозяйства. И там были, скажем, опытные хозяйства, израильские в Иране, которые показывали иранцам, как там, скажем, выращивать кукурузу. Была даже книга о том, что в Иране израильтяне вырастили кукурузу высотой 3 метра. Это было показательно для всего Ирана. Скажем, именно Израиль зародил современную офтальмологию в Иране. Первые врачи-офтальмологи учились в Израиле. И их как раз там создали первые клиники, потому что в Иране была просто беда с глаукомой. Там была куча людей, которые просто слепли из-за глаукомы. Создали несколько госпиталей, которые как раз этому лечили глаукому и так далее. Поэтому это были страны, которые серьезно очень сотрудничали. Даже был такой анекдот. Дело в том, что в Иране в течение 15 лет был израильский посол Мейер Эзри, который по происхождению был иранским евреем. Он настолько сдружился с иранским последним шахом Мухаммадом Реза Пехлеви, что ходили слухи, что Пехлеви с ним всегда советовался, когда ему нужно было назначить кого-то министра. И когда Голда Мейер принимала у себя в году 65-м примерно одну иранскую делегацию, ее спросили, ее спросили, скажите, а вот израильский посол, он вообще гражданин какой страны? Потому что он постоянно ушах оселит и ушах оходит в советников. И вот тогда это как бы один из показателей тех связей, которые наши страны связывали. Говорят даже, или попадалось мне в прессе, что даже израильские ребята из спецслужб инструктировали и обучали, можно так даже сказать, о чем-то, ну, довольно печально известную спецслужбу собак, Собак, да. Была такая организация, да, СОВАК, это в шахское время охранка, как говорилось, такой отрицательной коннотацией в русском языке. Дефенсива. Как раз, да, СОВАК как раз создавали как раз, собственно говоря, израильские специалисты, они стояли и во главе, собственно говоря, реформирования иранской армии, и, собственно говоря, там и вооружение, и все, и даже теперь в Тегеран уходил анекдот, что первые светофоры в Тегеране ставили как раз тоже одна израильская фирма, а дороги прокладывала известная в Израиле такая есть компания СОЛЕЛ БОНЕ, вот она строила первые современные трассы в Иране. Поэтому отношения были совершенно поразительные, но при всем этом они были как бы зашифрованы. Ну, не посольство же было, по-моему, а представительство. Тоже такой хитрый момент. На котором висела вывеска торгового представительства. Сейчас в этом здании, кстати, находится представительство ООП. Организация освобождения Палестин. Они в тот же день переехали, когда совершилась революция. А так это не ту улицу, где она стоит, переименовали улицу Ясера Арафата потом. Нет, 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 это улица Таджамшит, она так и есть, да, но по этому поводу просто очень много анекдотов. 12 иранцев, беженцев, евреев иранских имеется в виду, потому что они были бедные, и я был один из немногих, но очень бедный. Меня ткнули к этим ребятам, хотя английский был хуже моего в то время, но мы все равно переговаривались. И вот они говорили, что там у них довольно большая община была, там порядка чуть ли не 80 тысяч евреев в Иране официально, но они рассказывали, что их, вот это 85-е, напомню, их начали давить, у них начались преследования, и в то же время возникли вот такие ручейки, и они им разрешили уезжать, ну, почти всем, кто хочет. По-моему, там по официальной потом статистике я обратил внимание, из 80 порядка более 50 тысяч уехали оттуда. Вот. Но они все были очень интеллигентные ребята, торговые, правда, по мозгам я имею в виду, но не хищные, не дешевтники, а такие, ну, с другого мира для меня, например, но приличные, интеллигентные, знающие и уважающие, кстати, Иран. Ну да, потому что, собственно говоря, иранцы до сих пор уезжая и живя десятки лет на Западе или где-нибудь еще, всегда говорят, мы иранцы, мы иранцы, ну вот иранцы и евреи. Но община была очень сильная, конечно, на период исламской революции там проживало порядка 90 тысяч евреев, вот потом, правда, еще была, значит, большая часть евреев, которые уехали еще до создания государства израиля. Была Алия еще до создания, примерно 20 тысяч уже было евреев иранских израиля на период создания государства. А сколько их потомков сейчас живет? Живет порядка 20-22 тысячи, вот, столько примерно осталось, хотя там статистики не ведется, поэтому это все предварительные примерные данные, которые никто не может уточнить. Но община была очень сильная еще в каком плане? Говорили, что община 10% очень богатых, 10% очень бедных и 80% среднего класса. Ну, это просто потрясающая статистика, да. Вот тогда была вот такая статистика, причем евреи на период революции пользовались там невиданными правами. Там была в Иране так называемая белая революция, ее в 63-м году прогласил иранский последний шаг, и вот 15 лет этой революции, как раз период до исламской революции, это был период просто расцвета иранской еврейской общины и даже я читал удивительный факт, что в Иране тогда шаг очень боялся всяких общественных движений и он не создавал скажем какие-то молодежные организации, там не было скажем каких-то молодежных профсоюзов и так далее. Единственное организация студенческая, которая пользовалась большим самоправлением, это была организация еврейских студентов Ирана. У них были невиданные права, вот это показывает просто как бы вот это автономное существование и просто уровень существования еврейской общины. Но все, что было в плюсе, оно после революции естественно евреям обратилось в вину, потому что их обвинили в страшных связях, в очень близких связях с иранским последним шахом Мухаммада Риза Пахлеви. Более того, говорили даже, что Пахлеви был настолько близок к иранским евреям, что его назвали не Пахлеви, а Папа-Леви. Так это классика во всем мире, так же говорят, вон, Кремлем управляют евреи, большевистским Кремлем управляли евреи, сталинским и так далее. И вообще во всем мире ясно, кто управляет. Это же классика антисемитов, примитивных таких. Понятно, конечно. Но вот это все обратилось евреям в минусы, поэтому после революции, исламской революции 11 февраля 79-го года все плюсы, которые были евреям, они обратились в минусы. Во-первых, страны стали врагами, потому что Израиль, Иран выдвинул идею мировой исламской революции, экспорта исламской революции. А как можно было делать экспорт исламской революции, если на самом видном участке исламского массива вдруг находилось такое маленькое еврейское государство, которое мешало распространению. Кроме того, Иран, как страна, который провозгласил определенную лидерство на Ближнем Востоке, должен был всегда иметь кого-то, кого он опекает. Он решил опекать палестинцев. А палестинцы от кого страдали? От Израиля. И вот получилось, что две страны стали ярыми врагами. Естественно, что на определенном этапе это противодействие конфронтации, она обратилась в конфронтацию против местных евреев. И местные евреи были первыми, кто понес очень страшные жертвы в этой борьбе. То есть, когда пришли исламисты в властье, они просто выдавили на тот свет всю верхушку иранских евреев. Просто расстреливали. Расстреливали, эстраприировали их имущество. И, кстати, все это имеет отклики еще сегодня. Вот в прошлом году в центре Тегерана обрушился вдруг, сгорел, а потом обрушился первый иранский небоскреб. все его называли просто иранским небоскребом. И все не знали, вернее, кто-то, наверное, знал, не знали, что это был небоскреб, который построил самый богатый еврей Тегерана. У него после революции этот небоскреб отобрали, а небоскреб был как торговый центр большой. Центр торговый, центр каких-то мелких ремесел и так далее. И вот этот небоскреб сгорел во время исламского правления вот сейчас. Но он просто был символом могущества иранских евреев. Вот и поэтому все это пошли определенные репрессии против иранских евреев, но причем эти репрессии они не как бы не оттеняли того, что одновременно у евреев были права, потому что Иран всегда хочет себя декларировать как страна, которая признает различные религии, в том числе религии мировые, мировые, монотеистические. Они говорят, что мы друзья как иудеев, так и христиан, и поэтому и иудеи, и христиане представлены в иранском парламенте, и номинально вроде бы все хорошо. То есть в Иране действует примерно 40 синагог, половина находится в Тегеране, есть еврейские школы, две для мальчиков и две для девочек все в Тегеране, есть различные еврейские профессиональные организации, Маккаби, кстати, которые не участвуют в международных соревнованиях, но имеется там, есть еврейские всякие благотворительные организации. как только что-то нагнетается, вот сейчас признали Иерусалим официальной столицей Израиля, знаменитая декларация 6 декабря президента Трампа, и тут же в Иране обострились антисемитские, подожгли, и подожгли, и разграбили две синагоги в старинном еврейском центре Ширази. это вторая еврейская община поживет как раз в Ширазе, вот там вдруг вот две недели назад были страшные беспорядки, в ходе этих беспорядков были разгромлены две синагоги, две самые лучшие синагоги, в которых хранились стараритеты, хранились свитки Торы, очень, так сказать, древние и так далее. Это город-то какой? Шираз. Шираз, да, это город иранских поэтов. Нет, я как раз случайно несколько дней назад перечитывал Тамерлана, его, его самого, не о нем, так там Шираз упоминается, там миллион человек жил во времена 14 век Тамерлана, там миллион, вот во времена Тамерлана как раз собственно говоря евреев было достаточно много и вот тогда, кстати, в те времена город Исфаган считался более еврейским, чем мусульманским, там количество евреев было больше, чем мусульман, но и во многих городах, вот поэтому это золотой такой период, так что вот там как раз сеть, или например вдруг мы говорим все нормально, все окей, и вдруг в 2000 году возникает дело Ширазских шпионов, Ширазских, когда обвинили 13 евреев, главный косяк составляли жители Шираза, в том, что они занимаются шпионажем в пользу Израиля, и тогда очень много лет, года 3, наверное, шел процесс, все участники были осуждены, причем даже в числе осужденных был мальчик 16 лет, а группу, в которой он был, обвинили в том, что она уже 20 лет работает в пользу, шпионит в пользу Ирана, то есть в пользу Израиля, то есть там были такие вот вещи, поэтому все это сегодняшняя реальность, когда еврейская община есть, она вроде бы, так сказать, самостоятельно, вроде бы пользуется определенной автономией, имеет своего депутата, причем если по Ирану норма представительства 350-400 тысяч жителей, граждан на одного депутата, то там всего 22 тысячи, вся община она имеет депутата, который на постоянной основе присутствует. Да, парадоксы буквально, буквально парадоксы. Да, и вот поэтому вот такая создалась ситуация, и она, эта ситуация существует с крайней, так сказать, с крайней конфронтацией двух стран, конфронтация просто страшная, причем это конфронтация на всех уровнях, там, скажем, например, иранцам запрещено входить в контакты с евреями, вы помните, в последнее время были неоднократно разговоры о том, что вот на спортивных соревнованиях иранцы отказываются выходить на единоборство с евреями, с гражданами Израиля, и даже ценой того, что, скажем, дисквалифицируют иранских спортсменов, они ни в коем случае на евреев не выходят, с ними прямое противоборство в спортивных. Евреев или граждан Израиля? Извините. Граждан Израиля. Граждан Израиля. Почему я так переспросил? Потому что были же какие-то конференции евреев, приглашали туда антиизраильские. Да, да, да. Это те, кто, скажем, конференции по антисемитизму, на которых большую погоду делает вот эта вот эссекта на Тарайкарта, которые, основные члены которых живут в Иерусалиме. В Иерусалиме маленькая часть. Они живут в Австрии, Англии и Америке. Они участвуют. Поэтому это вот все идет, и причем эта конфронтация, она настолько острая, что, кстати, на международной конференции часто это видно. Я неоднократно был, так сказать, вот на таких конференциях. У меня была совершенно страшная стычка на конференции. Был такой медиафорум, до сих пор проводится в Алма-Ате или Астане. Он сейчас под эгидой дочери президента Назарбаева. И вот там всегда Иран и Израиль присутствуют. И вот в 2010 году я был в израильской делегации. Получилось так, мы по алфавиту ведь рядом стоим. И мы сидели с ними за одним столом. Но никто не смотрел на бирки. Только вот, представляешь, мы сидели с иранцами, они вот, там перед нами стояла чашечка с конфетами, они все время нашу чашечку, я сидел с израильским послом в Алма-Ате, и они все время эти конфетки брали, кушали там, шутили с нами. А потом вдруг получилось, что иранский делегат сказал не очень хорошее слово про Израиль. Типа повторил фразу, когда был Эхмадин-Ижат, что Израиль должен был уничтожен. И я встал и сказал, что мы не считаем такое правомерным, мы, как и вы, как и Иран, члены ООН, и мы не можем понять, как одна страна член ООН может таким нападком подвергать другую страну. Когда я от микрофона вернулся опять за свой столик, геранцев рядом уже никого не было, и они куда-то на другой конец зала переместили, потому что они вдруг поняли, что мы израильтяне. И это было бы, как бы, им бы совсем не вошло бы в плюс, когда они вернули в Иран. Да, их бы там поспрашивали бы. Поэтому довольно много вот таких контракционных, которые преломляются в иранской атомной программе, которая, в принципе, мы полагаем, в случае реализации была бы направлена против нас, хотя со временем выясняется, что они только против нас, и сейчас они хотели бы и в Саудовской Аравии раскрытаться, скажем, может быть, посредством этой же атомной бомбы, или там с какими-то сунитскими монархиями, тоже проамериканские настройки. Но Израиль серьезно беспокоится. И он, в принципе, первый поднял вопрос о ядерной опасности ядерной программы. По-моему, это в начале нулевых, когда первые Шахаб-3, по-моему, эти ракеты иранские, носители оказались... Шахаб, да, она уже даже пятая поколения. Уже сейчас пятая. Ираны очень серьезно этим занялись, потому что мы просто как бы отслеживаем иранскую атомную программу, понимая, что в случае реализации она потенциально может быть направлена против нас. Точно так же. Поэтому Израиль всегда очень серьезно следил за вот этими переговорами между шестью мировыми последниками и Ираном, которые проходили вот и закончили подписание детских договоренностей в июле 2015 года. Мы очень серьезно это отслеживали и мы очень серьезно отслеживали и отслеживаем ракетную программу, которая, как мы считаем, может быть просто используемых для носителей атомных боеголовок. Но там же был момент, когда отстреливали или погибали некоторые специалисты иранской атомной программы в Иране и даже сваливали, что это чуть ли не МОСАД срабатывал. Что это такое за... Откуда у них, во-первых, специалисты, а во-вторых, действительно их отстреливали? Откуда специалисты, это вопрос, в общем, как бы не совсем правильный, потому что Иран по уровню вообще научного потенциала на Ближнем Востоке, не считая нас, Израиль, очень сильно выделяется. Например, если считать... В смысле? По научному потенциалу, по уровню высшего образования. Например, скажем, мы возьмем атомную сферу, то вот есть такие цифры, что Иран по выпуску статей научных, связанных с атомной проблематикой, в 30 раз опережает соседние страны Ближнего Востока. То есть, в Иране выходит, скажем, в Иране 30 статей, во всем остальном Ближнем Востоке, не считая Израиля, выходит всего одна статья на 30, в 30 раз они перекрывают. У них по нанотехнологиям они занимают седьмое место в мире. Потенциал у них очень высокий. Потенциал очень высокий, очень много учатся на Западе, учатся в Америке, несмотря на то, что у Ирана с Америкой нет связи со временем вот того кризиса захвата посольства в 80-м году, американского посольства в Тибиране. Поэтому по уровню этому они довольно много. Кроме того, иранцы, как и многие другие страны Востока, научились просто как бы воровать документацию, они где-то покупают или просто заимствуют какие-то ракетные технологии и так далее. Не гнушаются тем, что для того, чтобы показать свой потенциал, создают такие фейки, прямо съемки, скажем, испытания ракеты, на самом деле ничего не было, они там путем всяких макхинаций создают видимую картину. Вполне в ногу со временем. Поэтому это все есть то сегодняшний день, которым они живут и который нас, конечно, страшит израиль, потому что мы понимаем, что страна, которая постоянно раздает вот такие антиизраильские заявления, она может и у нее... И потом, учитывая, что в Иране очень размыта ситуация с тем, кто главнее и кто выносит решения, если выборные люди, то, скажем, президент страны не имеет всей полноты власти и не может реально ничего предпринять, а Айтула под 90 лет или 80, который вполне активен и вполне может принимать любое решение, обходя выборные органы, понятно, что это все достаточно для Израиля достаточно серьезно и достаточно опасно. Потому что это зыбко. Зыбко-то трудно предсказать. Конечно, это зыбко, причем антиизраильзмом там заражены все. Мы вот часто говорим о том, что там, скажем, в Иране избрали президента, который более либерален, или там пришел, который менее либерален и так далее, но мы должны понять одну вещь, что и тот, и другой заражены в высшей мере антиизраильзмом и они, так сказать, при всем своем либерализме или реформизме для него красных линий в отношении Израиля просто не существует. Ну, дело в том, что израильтяне еще сами по себе на уровне даже простого народа, скажем, они государства знают, что такое отчасти Иран в этом регионе по Хизбалле? Ну, конечно, да, потому что Хизбалла это как бы их сателлит, который от имени Ирана всю, так сказать, черную работу проводит, поэтому мы понимаем, мы рядом с Ливаном, поэтому работа Хизбаллы нам ясна, и как ясно ясно и то, что, собственно говоря, уже сам Иран, который когда-то был далеко от нас, подкатывался к израильским границам, потому что воюя в Сирии, они действуют на всей территории страны и находятся сейчас, например, по разным данным, 10-11 километров от израильской сирийской границы, поэтому понятно, что для нас это опасно, и мы, в общем, не хотели бы ситуации, когда Иран начнет серьезно действовать и возьмет полноту, так сказать, деятельность на территории Сирии, а до этого недалеко, потому что, в принципе, две страны связывают военно-стратегические договора, и они могут действовать, защищая, более того, иранцы часто говорят, почему вы нас обвиняете в том, что мы воюем на территории Сирии, это та же ситуация, которая была СССР в Афганистане, когда был договор, и когда они пришли по законной просьбе, тут, скажем, здесь сирийского правительства, там афганского правительства, вполне воюя, защищая, как говорит российский президент Путин, дальние рубежи своей родины. Ну, да, легитимно получается. Да, легитимно, конечно. А в то же время, вот известно, что Израиль обстреливал под Дамаском базы и конвои, это все связано с Хизбалой во время Сирийской войны, я имею в виду. Так у нас, любят говорить в Израиле, как сообщают зарубежные средства массовой информации, у нас никогда такое не комментируют, но, наверное, мы должны иметь какие-то возможности для того, чтобы пресекать просто деятельность Хизбалой. И, в общем, наверное, вот с этим эти операции связаны. Ну, в принципе, взаимоотношения потенциально могут восстановиться вполне, как и в былые времена, а может даже и лучше, между большой страной, это все-таки страна, ну, не сверх, ну, не супер, вернее, но сверхдержава региона, Турция, Израиль и Иран, если так можно выразиться. Но, в любом, так сказать, когда просто препятствие единственное, это власть исламистов, которые заявили себя, себя декларировали, позиционируют как врагов Израиля. Но, в принципе, народ как бы не имеет таких вот очень уж антиизраильских или антисемитских каких-то сентенций. Вот я вам приведу такой маленький пример. Я уже, живя в Израиле, работал 12 лет в иранском отделе радио Коли-Исраэль, и там в неделю два раза устраивали прямой мост с Ираном. Просто, так сказать, иранцы выступали в программе и набирали номера, они звонили на радио Коли-Исраэль, ну, через номера, которые, как бы выглядят как европейские номера, ну, есть такая возможность, видимо, в радио о всех этих делах. И вот я просто слушал всегда, я, так сказать, не задавал вопрос, задавал вопрос у нас начальник отдела, известный израильский иронист и комментатор событий Ирана Минаши Амир. Так вот он, иранцы просто от души говорили, да что нам делиться с Израилем? Мы помним времена, когда были совершенно прекрасные отношения, мы помним, сколько нам Израиль помог, мы у себя у нас были евреев, сейчас их стало мало, но мы помним, какие хорошие отношения у нас были. Вот, поэтому тут, собственно, нет какого-то большого, что ли, противопоставления иранского народа еврейскому. Это народы, как я сказал, 28 веков имели достаточно отлаженные, хорошие отношения, может быть, когда-то омраченные какими-то какими-то... Все бывает, да, и бывало. Но, в принципе, если изменится ситуация, Израиль опять станет так же близок, так же близок Ирану, как и Ирану близок Израиль, то есть страна евреев, с которыми они давно связаны и которые, собственно, на протяжении 28 веков все существует и существует достаточно активно и правотворно и с пользой для каждых сторон. А пока? А пока вот то, что мы видим, пока то, что мы видим, то есть любая демонстрация, которая проходит в Иране, по любому поводу, даже демонстрации там по каким-то социальным вопросам, первый лозунг, который несут, это Марк Баррес Сравиль, смерть Израиля. Это лозунг, который... Ну, первая, наверное, Америка все-таки первый дьявол, Израиль малый дьявол, насколько я знаю, в Иране. И это существует вместе, а потом, учитывая, что все же Америка далеко, а Израиль, вот он под боком, ракета среднего радиуса достигает его, то это вот, это вражда ближе и она более чувствительна и более осязаема для исламского режима, поэтому они как бы вместе идут, но мне кажется, что лозунг Марк Баррес Сравиль это лозунг еще более активный и чаще применяющийся, чем Америка даже. Но тем не менее, вот несколько человек в Израиле, я знаю, пытались несколько лет назад организовать буквально кампанию в интернете «Я люблю Израиль» и многие поддержали и аналогичную кампанию на общественном уровне, я имею в виду, это не государственная, не с той, не с другой стороны, аналогичную кампанию начали и в Иране, «Я люблю Израиль», простые люди, я имею в виду. «Да, да, да, конечно, да, у нас это было очень отчетливо видно даже в социальных сетях, конечно, очень много. Ну, и, наверное, досталось этим ребятам. Нет, нас, наверное, к этим ребятам. И там, и там. Достаточно серьезно, да, там, конечно, потому что там несколько раз были ситуации в последние годы, когда, например, министр туризма, это было лет на 10 назад, министр туризма, он, например, говорил, что мы можем развивать отношения со всеми странами, даже с Америкой и даже с Израилем. Израиль не выскочил, видимо, непроизвольно, и тут же подвергся обструкции. Вот так. Так что, конечно, это страшный грех. Ясно. Ну, не знаю, может, для кого-то все зло, для некоторых, вернее, все зло в евреях, или в американцах, или в русских. А я вот смотрю, поговорю с вами сейчас про Иран. Это же все зло в политике. Все зло в политике, да. Хорошо. Ну, хватит тогда. Давайте вернемся в следующий раз все-таки к Беларуси. Спасибо, Дарья. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова